22 июля в Конгрессе США директор секретной службы Кимберли Читл признала, что ее ведомство потерпело неудачу, когда 13 июля на митинге в Пенсильвании была предпринята попытка покушения на Дональда Трампа. Это признание прозвучало на слушаниях Комитета по надзору Палаты представителей. На слушаниях Читл подчеркнула, что служба не смогла выполнить свою основную миссию — защиту лидеров нации. Секретная служба с трепетом относится к своей миссии по защите наших национальных лидеров. 13 июля мы потерпели неудачу. Как директор секретной службы США, я беру на себя полную ответственность за любой сбой в безопасности нашего агентства. Мы полностью сотрудничаем с текущими расследованиями. Мы должны понять, что произошло, и я сделаю все возможное, чтобы подобное не повторилось. Читл начала свое выступление с выражения сожаления и признательности. Доброе утро, председатель Комер, член Комитета Раскин и уважаемые члены Комитета. Меня зовут Кимберли Читл. Я директор секретной службы США. Для меня честь выступить перед вами сегодня. Попытка покушения на бывшего президента Дональда Трампа 13 июля является самым значительным оперативным провалом секретной службы за последние десятилетия, и я выражаю свои соболезнования ему и его семье. Эти слова стали первым публичным признанием секретной службы в серьезных недостатках в обеспечении безопасности. В ходе слушаний также стало известно, что 24 июля перед Комитетом Палаты представителей по судебным вопросам выступит директор ФБР Кристофер Рэй, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявит о создании двухпартийной рабочей группы для координации расследований. Несмотря на давление со стороны ведущих республиканцев, включая Джонсона и лидера меньшинства в Сенате Митча МакКоннелла, Читл сопротивляется призывам к своей отставке. Слушания по этому делу продолжаются, и ожидается, что они прольют свет на причины и обстоятельства попытки покушения на бывшего президента, а также на меры, которые будут приняты для предотвращения подобных инцидентов в будущем.